опять это выключается так сейчас нормально все сейчас нормально садитесь по центру как обычно так подождите тогда сейчас минутку я сейчас гляну тут одну был выпишу так 669 284 ну все спрашивайте садитесь по центру ну по центру немножко съехали так считается скрылась и они не вижу где она у меня так минутку а вот она где ну маленько справе извинитеся чтобы я растянул свою фотографию вправо сядьте подальше еще еще переместитесь нет не наклоняйтесь а прямо переместитесь переместитесь туда вот так вот это хорошо будет еще если можно маленькой вот потому что мне надо рисунок растянуть он глаза ваши закрывает некуда дальше садиться а у меня тогда тоже собьется все ну ладно 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 ну вот так я это слушаю так маленько так лучше да так получше потому что моя фотография она маленькая я ее растягиваю наполовину я слушаю у меня такой вопрос возник жизни какие-то женщины и я завели которые бы вас также гнали как великого пророка илья ну как сказать вот пророк или а никого не боялся 850 идольских было жрецов и он сумел их так поставить на кон что они не могли вызвать дождя они не могли вызвать огня и пришлось их всех порешить 850 голов было освещено и но вот узнала об этом жена ахава и завели и он от угрозы ее бежал через всю страну об этом подробно и он затаус говорит это же самое на крестителе даже ир тиран он боялся его трогать вызывал беседовал жена потребовала голову то есть ярости женской нет предела почему соломонта в женщинах разбирался надо полагать 300 жён и 700 наложниц это в три года один раз он мог только войти к одной если по одной на ночь было уму непостижимо но это может не знаю даже как и вот он говорит лучше соглашусь жить с медведицей на краю крыши чем со злой женой в доме недавно меня одна спрашивает вы как-то говорили что женщина эта смерть откуда вы взяли такое гре никогда не говорил так говорят говорил я говорю написано женщина горше смерти а что смерть этого нет через нее все мы умираем написано так это кто-то его нет это на всех ложится адам один вкусил у меня водами все умираем россия смертная значит во мне грех грешно трудно это доказывать есть такие женщины вольно они придумали как правило то разведенки разведенки и что там замуж не выходил они просто мужа ненавистные делаются ее никто не взял обошли и она видит что все ушло и она начинает злиться у нас даже в общине были такие женщины которых дочери такие были дочери и мы это узнавали так наши гости были у них и вот и поэтому вот мне прислал книгу митрополит старообрядческий корнилий и попросил сделать какие замечания написано хорошо проповеди 100 проповедей митрополита корнилия я говорю вы обращайтесь братья и сестры откуда вы это взяли но как как писание нет этого писания я могу сказать что в библии в полной 669 тысяч двести восемьдесят четыре слова шестьсот шестьдесят девять тысяч больше полмиллиона и не нашлось ни разу что слово сестры стояло рядом с мужами или к ним обращались ну не немного то одно слово то тут уж не повлияет на на полмиллиона с лишним полмиллиона шестьсот шестьдесят девять это больше полмиллиона и ни разу нигде не ветхом завете не новом это еще случайно дальше 12 томов и она златоуста я насчитывал ни разу за счет и женщины не появлялись на этом появлялись олимпиада была у нее много писем писал ей писала она ему писала а дальше нет но что самое странное кажется ладно писание тут уж недосягаемое но потом то церковь начала жить вот мы считаем у галатов 3 глава двадцать седьмого стиха все во христа крестившиеся во христа облеглись а дальше нет мужеского пола ни женского ибо все вы одно тело во христе иисусе нет мужеского женского и вот видите нету я говорю это крещение при счастье дается разумение она тоже приходит а муж бывает отлучен это только об этом говорится молитва вот мы считаем молитва слов разве женщин умных нету какие умные в делах житейских златоуста они намного быстрее мужем острее могут быть и ни одной молитвы нет женской нигде ни в одном молитва слове самые толстые акафисты ни одного акафиста женщина не принадлежит ни одной молитвы я ники василий великий златоуз перечисляются когда берешь молитвослов что разве женщин не было учить не позволяю даже в молитве которая не ей написано я стал дальше все это рассматривать не потому что там женщина как-то ну я по писанию рассуждаю по святым отцам василий великий дальше и григорий богослов пьеврем сирин ни разу нигде нет обращения к сестры так как им когда говорят братья значит и сестры а он ей расскажет и вот я хотел несколько мест писания прочитать но я не знаю это как мне свернуть теперь это дело не знает как мне свернуть библия первое тимофею послание 2 глава 12 стих прочитайте 1 тимофея 2 глава 12 стих 1 тимофея 2 глава 12 стих да и дальше до конца а учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть безмолвие так и где ты это видела такое чтобы она не властвовала говорят он ее несет но такая она хорошая настенька на руках уже в подъезд зашла она говорит мы уже расписались алёша с тобой можно я с рук сразу тебе на шею перелезу вот заметь это апостол вселенской церкви пишет учить не позволяет не позволяю то есть любой интонации возьми не позволяют строжиться не властвовать над можно где на не властвует она еще как властвует будь здоров но есть мужики которые не как рассказывает он у расула гамзатова один мужик решил выявить какие у нас мужики хорошие джигиты куда не пойдет его дома то нету на добыче а кто вас дома хозяин я дальше идет да нет я просто хотел узнать там это к мужу пришел и только в одном месте мужик вышел хозяин ясно дело что я но понятно так я вот решил где найду что муж хозяин то я ему осла подарить говорит ну я возьму мне осел нужен но у меня два осла белого или черного так подожди я пойду жены спрошу вот об этом во втором книге во второй ездры там говорится там когда они загадки задавали кто самый сильный самый могучий кто что говорил и только я рассказала женщина и ходит выходит на дорогу и грабит и все к ногам возлюбленной там говорят всемирные вы завоеватели у него была там наложница и она с него к нему боялись зайти кознит она снимала венец его и другой рукой брел билогат по щеке он говорит перед ней ласкательство только простила ну ладно давай потом подружимся вот власть женщины проявляется где и вдруг не власть над мужем предел это уже нам христианам это надо повторять день и ночь если мужики православные или какие по-другому ведут себя они поступают вопреки слова божия определенно не власть над мужем но быть в безмолвии ну не власть у тебя я буду говорить и все равно безмолвии а если учиться жила дома у мужей своих даже дорога из церкви идет не должна спрашивать значит надо укращать эти было красивых гречанок мавитянах филистимлянах он видел и по-другому никак нельзя было и через нее все мы умираем дальше считаем считайте ибо прежде создан адам а потом ева и не одна причем да 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 и не адам причем но но жена прельстившись впал в преступление причем тут жена бывает жена генерал а он сержант и она обязана ему честь отдавать да но причем тут я потому уже сколько веков прошло как это так ева пала сейчас идет семь тысяч пятьсот двадцать девятый год и за все время семь тысяч пятьсот лет и ссылаться на что они надо говорить все это мы не знаем таинственного смысла греха и таинственной силы благодати божией как во христе все живут как христова кровь всех омывать может от первого человека до последних то сколько же крови то надо мы ничего не знаем так написано и далее впрочем спасется через деторождение если прибудет вере и любви и в святости с целомудрием значит пять условий для спасения щадородия а тут рождение детей это в новом уже перевели они это ну неплохо щадородия во всех библиях щадородия стоит это рождение детей значит спасется не через аборты не из контрацепсии какие-то а конкретная щетка через щадородия если на детей приведет на небо и когда мы считаем нигде не видно чтобы жена родила декретный отпуск и она бежала скорее в шахту шахтером или в космос летела как черешкова нет этого и когда в диаконы ставят присвятера и жена должна быть какая не сплетниса не ходить по дворам и про счастье вдова выходили чтобы замуж и рождали детей и она они бывают болтливы и говорят чего не должно зачем же он это говорит это общая характеристика женщин она раньше стареет школе учиться лучше даже двойняшки одинаково мальчик и девочка рождаются я учиться в одном классе и у нее отметки всегда лучше но она стареет намного раньше раз а когда взрослая в англии провели специально такой вопросы неожиданное задавали мы одинаково образование люди в среднем в среднем получилась женщина меньше в размышлении дает положительных ответов на 25 процентов на 25 это уже вот как собак бывает какая порода самая умная сама умного то вот у сережа у нашего немецкая или восточноевропейская собака вот это да и здесь мы уже говорить ничего не можем а как феминистки ну фемини это женщина с латинского при минимум это женского рода предмет который москулиным это мужской род вот и вот они выходят они там бунтуют там клара цеткин там который учили их долой стыд давай ходить голые ну и быстро похватали когда мятеж то был там кронштадте и пришло указание тогда советская власть была матросы не хотят работать по пивнушкам сидят но и всех загребли 300 примера путан бабочек вывели они хохочут которые солдаты ведут разговаривают выстрелили сразу расстреляли всех армия стала разлагаться и по-другому никак не могли сделать они так понимают конечно это зверство было и они думают на смеются над над ними то без нее никуда и вот когда север с югом в америке воевали то бежали люди не хотели воевать кого убивать своих братьев то но бегут то там где выглядывает какой дом где надо поесть у него же нету и смотрят то бабок стирает или что-то он подойдет и а у вас тут военных еда у нас никого нет здесь и все она доходи заходи да я знаю вы голодная когда они развеселятся обниматься начинают а в это время там соседнем дворе или где солдаты тубат накрыли всех наручники и потащили на фронт обратно то есть это капкан был вот так я горит найду тебе вот она нашла и они возвращали много этих которые их не поймаешь и в лесу нигде она приманка а он парикетит сбоку идет смотрит одна ну почему не подойти не поговорить или так дальше считаем значит пять условий должна рожать детей дальше она должна рожать и как что какие качества должны быть закрылась два двенадцать первой темопею если прибудет впрочем спасется через чадородия если прибудет если бабу прибудет в чем мире вере значит неверующая хотя бы на рожала все время ей это никакой пользы нету вере вот понимаете дети в вере рождаем она верит и в неверии это даже совмещать не надо шивере даже второе качество и любви вот в любви хорошо мусульманка тут одна выступает и перед своими мусульманками и говорит муж приходит с работы как вы встречаете как вы недовольны и начинает она их хорошо пробирает у него на работе не урядец и что-то тебе же не трудно было встретить ты же дома сидишь женщина так как понимает мужчина тогда обозы были на лошадях там муку от наши из потеряевки возили не куда-то а сюда наобь где-то тут какой-то шалоболиха или какой-то районный центр это представь зимой они знали где останавливаться тех надо было угостить лошадь накормить но везет то сколько он на лошади на одной лошади но бывает запряжено несколько ой мой тарас то там как ему хорошо а я тут мучаюсь с этого стороны около печки блины пеку жарко а тут холодно а он бежит за лошадями это ему так тепло градусов 45 морозу ему там так хорошо и вот степь до степь кругом путь далек лежит то есть помирал ямщик и он наказывает на касках и все остальное она дома она не заблудилась она пургаю не трогает война где на первом месте мужчины вот у нас есть у меня данные такие пока может устаревшие 11 миллионов женщин никогда не выйдут замуж не хватает мужиков и поэтому они так мужики то и ведут себя тоже это влияет а если было как в китае женщин не хватает женского ребенка уничтожать а мужского оставлять как в египте было наоборот мужского родиться мальчик что бабка повитуха его иголка или как кальнула там шпицей вязальной и все и поэтому вере прибудет любви в любви к ребенку любви к отцу ее к ребенку к мужу и дальше какие кости да еще и в святости а что такое святость во всем должна быть безукоризненно это считаем 30 30 или 31 глава притчи говорит как она встает рано как она все готовит и как мушат как дети у нее теплые одежды она работает дома конечно не где-то дома она как купеческое корабли из целомудрия а что такое целомудрия в москве мода такая ну какой круг есть приходит и чтобы жена хозяйки хозяина которую гости пригласил была полностью раздета полностью ни одной нитки на нету и это у них считается за порядок такое она ходит к тебе пойдем тоже там посмотрим но они не знают что делать и поэтому вот феминизм до этого довел а когда женщина занимает положение которое дал ей господь другое дело она его занимает и любит ей легко вот 12 апостолов господь избрал отправил на проповедь нет ни одной женщины они обслуживали рядом были он содержался за их счет однако ни одной апостола нету хотя апостолом для апостола была мари магдалина но она не имела сана никакого ничего 70 избрал ни одной женщины нету нам доказать ничего не надо и две тысячи лет прошло у христиан православных никогда женщина не было и мужчины какие бы не были они не позволят чтобы женщина была священница как у этих у протестантов где-то там и епископа она у них и руководители женщина никак это разврат умов и искажение слова вот нигде ни разу я что называю столько слов одно бы слово то братья и сестры патриарх обращается так епископы когда я говорю им они это удивлены как-то к ним обращаться никак раз вы к ним обратились она имеет право в ответ сказать что-то она должна молчать вот обижается иногда там у нас один смотритель за порядком то разговаривает а есть который постоянно нарушает даже шепотом нельзя ни одного слова говорить ты глухонемая выйдешь там тебя спросят а да да ну когда из храма и видите какой порядок и люди удивляются что у вас такой порядок но не совсем бывает кто-то что-то шапнет но не ходят не разговаривают не продают не никак и вот как какая работа как отношение к соседям везде муж она не устанавливает в потерявке у нас устав написанной без разрешения мужа женами никаких сделок никаких обменов не производить и пока по сегодняшний день это сохраняется этому заранее ну я составлял устав я лень и отдал это право она подержала дня два-три вернула я ничего не могу написать я 40 правил написал 40 правил которые ну по милости божьей сохраняются женщине никак нельзя она может десять раз 10 5 с на дню сказала туда я тебе разрешал муж можно сказать и поэтому даже попытку делать не надо подарить ты можешь у тебя лично вот мы наловили рыбы много мы идем и она одна живет одна не ходит ну тут ничего и нет рыбы надо а откуда-то мы поймали много тут мы еще и мы не учим ничего и она не надо понимать это просто дружеский жест вот если вопросы какие-то дополнительные есть можете задать я обращаюсь к тому что изрек дух святой через апостолов через пророков ветхий новый завет полностью берусь неканоническими книгами еще раз говорю 669 тысяч двести восемьдесят четыре слова это я занимался специально поставил задачу найти нашел и и вы нет этого слова братья сестры нигде и у святых отцов нету разве ни о чем не говорит так это не как женщину не унижает она про как гранительница очига а не рабочего места где-то на работе она заботится о семье и от этого зависит настрой и после обращения к богу когда человек покаялся родился свыше более важной задачи уже нет как правильная выбор супруга или супруги вот тогда все у него и здоровье больше будет у него будет больше друзей как вот тоже дагестанские рассказы там есть такое я вам всякую рассказал у них аварцы такая там национальность там расул гамзатов к ней принадлежал и у них порядок такой она если вышла замуж она при свекре не должна ни одного слова говорить жизнь ей надо еще сказать она скорее своего расул иди вы махнула рукой вышла там скажет и вот один но у них порядок такой что можно это убрать если собрать всех старейшин а собрать надо угостить выпить и чтобы они попросили ее разговаривать ну и один у него два бычка было и он сына говорит ты ахмат позови моих старых друзей закали бычка что-то я себя плохо так чувствую ну выполнил собрались и когда они уже укусили шашлычок поели говорит ну там ада то это говорит ну а теперь-то скажи дорогой зачем собрал у меня вот сноха такая и она сильно похожа на мою жену а я голос ни разу не слышал я во сне слышу как она говорит а так бы я каждый день слышал и думал что тут моя жена этот говорит который говорит я жизнь прожил но первый раз такое слышу и так дочь моя ты удостоилась великой чести это мало кому так можно это редкое наше правило но ну выходит не все предусмотрели наши отцы ошиблись выходит но и вот он все это бычка доели теперь завтрашнего дня с утра ты можешь уже с ним разговаривать но он ночь так прокрутился воображал как первый раз заговорит и перед самым утром заснул проснулся а ее уже нету в комнате он во двор вышел на корову доит подошел сзади хотел говорить она ну еще стоишь то ну возьми корову за хвост подержи вишина как лёшит меня ну представь для жигита старого держать коровий хвост он взялся постоял маленько ну и она подоила когда он зашел и сразу прилег прилег и что-то ему плохо стало она опять зашла такую еще ты целыми днями валяешься ну ты видишь твои внуки бегают я же готовлю для вас а ну позанимайся хоть маленько то вот лежит и лежит он кое-как сына дождался с работы сынок ты позови обратно обсакала там закали второго теленка ну и когда второго не закончили поели а с какой целью я вас попрошу скажите чтобы она при мне больше не разговаривала а тогда там ада который главный то стал и говорит о значит отцы наши правильно сделали а чтоб понять что они правильно установили для этого нужно в двух бычков съесть вот это рассказ я вы считал на другая там вот так стали спрашивать ее как живете с мужем хорошо а сколько лет прожили она назвала там почти 60 лет и что ни разу вы с мужем не спорили ни разу ну хоть где-то возражали играть ни разу это надо же какое чудо на что так как это так было ну меня сосватали слышали как разговаривали этому ну вот и там фермер далеко он ковбой такой у него отдельная фазенда он приехал и сосватал а я его из дома вырваться пойдешь пойду в шляпе приехал видный такой ну старше а родители говорят она у нас одна дочь я все не сниженная так что вы ну не скоро нагружайте работа это чтобы она не отвернулась от вас да нет я нет я все время при ней буду ей им ответил вот селли поехали она щебечет какие деревья тут вот он там грузии там там ну ни слова не говорит сидит джон вперед смотрит ну она понимает что-то не то не разговаривает а он молчаливый такой и вот уже скоро доезжает там осталось версты полторы мили две вот и вдруг лошадь споткнулась он раз еще такой раз он как сидел так и сидит проходит какое-то время дорога-то горная она опять споткнулась он говорит два она совсем не может чего раз и два молчал и вдруг раз-два и вот уже показалось прям рядом совсем и лошадь споткнулась он вылез и она думает три вытащил пистолет в ухо вставил лошади выстрел но на ногами подергала я горит такую истерику заготила да какой ты злой даже стойки до за кого я замуж вышел да чтоб тебе раз и больше играть я за всю жизнь одного слова не сказала он не сказал два как предупреждение в рулетке в этой в ю тубе два ты уже на волоске висишь а три они могут канал прикрыть вот такая брат история я рассказываю разные эти просчитанные рассказы и все они говорят об одном женщина должна быть подчинение безмолвной и выполнять что нужно и особенно опасно когда женщина оправдывается ничего не принимает ну это конечно тяжелый фрукт тяжелый груз ну а с другим бы если ты христианин она вообще бы была какая бешеная так что тебе бог дал довесок чтоб ты довел до царства небесного вот так москурином пусть будет но не феминизм вопросы сами что пострадали я не знаю мне как-то везло на женщин хороших вот я пишущую машинку заимел благодаря совету это кажется меня алифтина к этому подвигла наше вот переплетать книги я же переплетчик реставратор отдавал куда-то через нее она гордых вы сами научитесь как я же видел как это сложно никакой сложности нету это ксения степана она была из пятидесятников у нас пришла была и вот у меня сколько я вспоминаю где что было и все как-то меня женщины подталкивали какой-то совет надут а я сразу ухващусь за это дело и и у меня дело-то хорошо идет и сказать что я послушался когда нехороший совет был как будто бы я ни разу такого не допустил бывает что-то говорят я им скажу и я не люблю когда спорят я занимаюсь своим делом она быстро погаснет и притом если эта душа мне вверенная близко я обязательно будут делать замещание замещание и тащить ее конечно создание трудно если смели война горе делается злая как мир медведица лишенной детей у ее спасения нет поэтому вот когда бывает я вижу тут жена там спорит и другое я говорю лекарства я знаю очень хорошее поехать в чечню какую-то саклю закупить там и при первой же твоей ошибке сразу оксакалов сказать они тебя выправят одна такая-то русские поселились но и недовольная не очень она им не мужем то ну выпил там приехал пришел домой работа она побежала милиции заявление разобрал все там сидит кто там офицер вызвал играет это ваше заявление да мы его рассмотрели у нас не положено женщина безе обижать а так мы дело передаем суд меньше пяти лет ему не будет так что мы удовлетворили вашу просьбу как а я как не знаем вы подали заявление идите домой и все за счет ждите повестка в суд будет как она взахалась как начала просить а куда она без звания то никуда у нас уже семь ребятишек я что буду делать так вы заявление забираете обратно да она только это подождите слушайте внимательно если еще один раз на мужа пожалуешься мы по своим обычным я тебя вот здесь с яма есть под пол я тебя заключу туда ты у меня оттуда вылезешь два раза тоньше будешь я тебя сгною здесь тварь такая на мужа на кормильца приходишь жаловаться прочь отсюда собачье племя а киргизы ты видел какие у нас люди и чтобы одна хоть где-то слово говорила вы видели она ильяс рассказ ульва толстого она обед подает им когда они обедают и она задом выходит она даже задница не поворачивается к народу одета как как в мешке сидит ты посмотри он он идет за руку держит она как в мешке понятно что беречь надо слабое написано утлы сосуд утлы но утлы пусть и себя ведет она ведет себя как какой-то огромный чугун железный это котел она двигает от мужа осколки одни летят я с мужчиной легко договорились но мне бог дал талант договариваться с женщинами вот приезжали когда комиссии разные санэпидемстанции ну и как-то бог располагал сердца вот я сказать в жизни стоит чтобы так вот пострадал как так то не было у нас все было под властью у меня было такое что конфликтная ситуация вот ни на желнирного в лагере и сергей пупков что они там она подала кому-то там не так а у нас строгий порядок сначала едят мужчину мужчинам дают если место есть второе это детям и третье женщина она что-то подала раньше чем мужчинам видно женщинам то но и он не умеет уступать то поэтому столько разводов у него и мы его сразу господь поразил у него склонность была к заражению этим рак и у него прям сразу спухла же операция была онкология ну и ехать в город тебе не поможет агреводельный вот даю тебе домик и сиди шею высокий воротник чтоб солнце не касалось сиди и молись у нее попросил унины александр на прощение то он попросил и у него шишки пошли опять и он там на костылях был я ему обед носил и вдруг все прошло прошло и как на тоже не игрушка это повторные и все прошло даже следа не осталось поэтому женщинам надо просто знать как вот это мое стихотворение знаешь женщинам всем благодарен и в досталь что мимо меня незаметив прошли взглянули лишь косы змеей струили щекосы за но за и в них не вошел и нещего товара шить вот так и последний куплет я вокруг чистые сестры я на шатках своем табурете как в кресле и умой блудом не источен по-прежнему острый вот и говорит писали ли женщинам стихи писал писал и нравилось конечно не так как пушкин там татьяна евгений онегин женщина должна знать свое место строго и но никогда не перегибать палку никак женщинами не будьте слишком суровы понимаете люди вот от грани никакой нету не понимают или он дурак долбит ее как златоус говорит от как у нас получка так и так и его принесутся из дома будто бы зверь терзает в пещере свою добычу сравнение какое так это тогда было а сегодня вообще то убьет то еще что-нибудь сделает а верующий он знает меру если конечно молится вот я сколько женщин получаю всякого добра и бывает ну прямо вот ясно что-то не 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 так мы себе не изготовили смотришь пирог картовельный сделала этого еще что-то вы меня вот по разным поликлиникам возили я очень благодарен и в досталь в досталь ну вот такое мое мнение о женщинах не надо быть женоненавистником и не надо быть подкаблучником а что такое подкаблучник я уже тут и говорил так со мной все согласились подкаблучник был адам самсон какого бога богатыря самого смелого за всю мировую историю она погубила его предала тверестемлянам обрезала его косы а у него больше ничего не было бабы да вино а он числится среди святых кончина была и он смертью своей играть лишил три тысячи сразу задавила вот так значит здесь тоже должна быть мера и вот мы смотрим библию считаю библии ни одной книги нет чтоб женщина написала так а были же девора без нее нельзя было добыли пророщицы были но пророщица была так ну могла на хотя послание еремии написать такое там ну маленькая какой-нибудь совсем маленькая нету нету и евреев нету мы же от евреев взяли это ну руфь а написал муж не мужчина есть фирь а написал то про это произойдет она спасла народ свой а вот руфь там такая такая прабабка прапрабабка давида вообще но писать и книги ни одной нету же за женским именем книга руфь но автор не руфь а кто там писал не знаю может быть не еме а может быть и ездра вот что я могу сказать как верующий христианин да конечно оборонить бог чтобы женщину бить и но это уж последнее дело это об этом златоус много говорит и ему помогали жены лучше находили лекарства присылали оповещали и мы в житях святых видим как они вели себя как вот наталья адриана она была верующая а он слабенький такой и она вышла за него замуж любила его когда его взяли а потом там где-то он видимо деньги были заплатила отпросился и она в окно увидела он идет она заперлась и не пускает и теперь только через там какую дверь переговоры устроила так да я отпросился маленько наташа открой да ты не не врешь она сразу как начало да ваша я знала ваша семья все трусы подлые она начала его костерить как да открой ты скорее пришел проститься наказать наташа меня же ждет там стражник то так ты увернешься назад и она ему теперь руку клади на наковальню вторую награду получишь ноги она его вот так надо любить мужа чтобы на небо его отправить и самой туда прийти великое дело а кто говорят женится почему нехорошо человеку быть одному нехорошо было когда людей не было а сегодня каждый день умирает а может 30 тысяч к ежедневно и сегодня павел это хорошо ему оставаться как я остался без жены нищий жены время коротко женишься будут скорби а мне вас жаль вот и ответ давайте это он начинает нехорошо быть одному в раю было нехорошо ему разговаривать не с кем было до грехопадения нехорошо а после грехопадения он делался смертным весь мир смертный этот грех больше 100 миллиардов умерло уже рыбы звери птицы насекомые сделали смертными вот весь ответ женщина горше смерти и с этим надо согласиться и быть очень аккуратной нигде не сидеть дома если надо видишь тебе господь дал талант брать как сказать и терю кто как обратился активная тебе бог помощь вот так ну все еще что есть женщина если не деторождение если она замужняя деторождение мы считали про это спасется но если не замужем одна она вся не замужняя и замужняя есть разница замужняя заботиться как угодить мужу а не замужняя как господу и поэтому не защитник господь вот он себя не ставил в обязанность но когда запрещали некоторые говорили с женился человек пропал ему не спастись это называется бесовское учение 2 темопе 3 глава говорит бесовская если которые так были пренебрегали их церковь исключала из своего числа пока не не перестанут безумствовать дух бесовские делают запрещать ступать брак и вкушать то что господь сотворил для верных дабы вкушали с благодарением так и здесь конечно в соите с женой в церкви определенные дни существует когда не должны быть вместе вот пятница там разные ну если ты верующий тебе это не в тягость будет я вот считал как в израиле это вообще там строго насчет этого томик вот чтобы омовение было проверяет чтобы этого не было тут не понимают а в библии прямо говорится если во время месячных кровотечения мужчина к ней лезет он достоин смерти так это как же так да вот так она должна заранее предупредить после этого срока полное омобение ее там специальные люди проверяют и и тогда видимо какую-то дают ей бумагу она домой идет они как бы первый раз встретились за это время соскучились и поэтому любовь и все время возгорается а рядом то она еще там этом салопе замызганом а тут она как правда с праздника явилась и он ждет когда эта ева приблизится вот так рецепт семейного счастья воздержание да конечно конечно и мужчина не власти над своим телом но женщина и женщина не власть она мужчина мне не раз приходилось даже несколько раз в жизни моей когда я жил на квартире в пензе карповы карпов фамилия то вот этого 24 серии это подполковника милиции и эти тоже у них трое ребятишек было четвертом она беременная врачи нам сказали родение родить нужно сделать аборт как они узнали не знаю я она пришла домой плачет ее марфа звать я говорю марфанька давай помолимся я у них на квартире был мы с ней дружные были такие как еще мы так на молитву вдвоем становились а муж александр он на работе она ему говорила но еще сделаешь придется там ну видимо так и вот она приходит и говорит к нам говорит приехал баптист там где-то туркмене или где баптист с бородой такой врач и он меня будет осматривать ну и правда она приходит и говорит врач осмотрел хороший брат проповедует хорошо но когда когда смотрел меня и сказал ребенка не родить надо борьб делать она еще больше плакать я говорю марфа доверься богу и родился ребенок его назвали павлик и говорили игнатьев ребенок то он его спас это у нее четвертый и после этого на еще семерых родила по 11 детей было у меня близкий человек такой же также сказали вот другое я говорю не верь в это доверься богу ну если неправильно то что даже патриарх говорил приоритет матери поэтому лучше аборт делать чем чтобы она умерла мы так не можем рассуждать вот об этом говорил смирнов демитрий умер батюшка и он говорил защита ребенка должна не с рождения начинать с зачатия за время перестройки в российской федерации показывает статистика 120 миллионов абортов говорят так больше это только официальное кто его знать я сам не мерил не знаю но как говорит герман стерликов распускание плакаты такие пишут то получается так вот все спасибо христос так с мужчинами не спорь никогда тем более теми которые весовой категории намного больше себя ну вот женщина одна остается что ей делать она не понимает у нас же многие женщины начинают сразу искать мужа вот так и для господа жить и спасаться не надо ну а златоус говорит во второй раз женятся и он все время будет сравнивать с первой которая внезапно умерла с первой и это ей это будет как бывает что дети есть и тогда у нее сходятся и живут нормально но это так редко и здесь что и одно и дело довериться богу а если но если хороший будет и посватается не запрещено выйти замуж раз он умер а если они помещались и брошен то она не имеет права выходить и думать пока он не умрет если при живом мужа выйдет замуж называется прелюбодейцей 739 1 коринфянам так мы должны помнить это бывает люди на этом зацикливаются постоянно где-то ему надо свататься то другое до умопрешательства доходит это не это не простое дело а ты просто живи радуйся тем более мы верим загробную жизнь там это не надо ничего как богу угодно вот мы видим что везде женщин уравняли а вот в науке где бывают женщины которые что-то открыли а чтобы сделать я пока не встречал нигде вот мария кюрис кладовская нобелевская премия присваивается только один раз и два раза присвоили она ради открыла с пьером своим вот это действительно ум такой ей бог открыл это и что мы имеем атомную бомбу да ну может быть и не все четвертые блоки чернобыля взрываются бывают жены разные мы не зная за что так не взлюбили раису максимуму горбачеву у михаила сергеевича жена первые так сказать генеральный секретарь компартии был первый президент советского союза и последний за ним никого не было ее везде высмеивали то другое его а он какие песнопения он поет видели забытое письма я посмотрю где можно даже достать а забытое письмо зарядки горбачев забыть и так поет хорошо у него многие другие песнопения но у него кто-то перекупил их кажется за 450 тысяч долларов поэтому никто не не печатает нигде не я больше найти не мог только одно ну и там по-разному с рисунками как они идут как у него за руку держит и он ее любил и она была верна ему и биографии я знаю но у нас это не вне принято так вот чтобы так то даже фильм есть такое про брежнева там и на какой-то фамилия сейчас на букву ш кажется и вот как он со своей женой сидит с виктория за столом брежнева и говорит а почему ты не в партии так интересно жизнь прожили и показывает как он на фронте там это полевая жена пж тоже ты женишься ей объяснять встает одевается там штаны надевает и говорит я не могу это сделать я коммунист а спал со мной ты как коммунист или кто она ему подоткнула вот такое дело даже правительных вот сказать но более так схожие были близкие по-настоящему верно и любили друг друга этого только пара горбачевых вот так да в некотором смысле даже может быть примером я был у него на родине узнал кто с ним переписывается и дал книги чтобы ему переслали я вот был в ватикане обоим папам которого отстранили венедикта франциску тоже книги подарил самая ласковый прием у нас был в дании только брали брали и сказали сегодня же ваши книги будут королевской библиотеки вот он понятно но еще дальше то слушаться надо переслушаться что женщины говорят дома советы какие дают и как вот сказать вот сейчас вот и не вышел у меня бы беседы это не было то тогда сколько мы записали то с тобой роликов тоже но ты такая активная здесь это смотри чтобы лишнее время не трать на это ты же у меня сколько забрала кассет тебе надо закончить тем более вот это интервью начала да и так сколько всего и на работе надо и так что правильно распределяя время чтобы ну не в ущерб молитве слово божие видишь ты как-то вошла сразу так что даже тебя ревновать стали ты вещь не изменяешь нигде в таком платье но все у тебя как по форме и поэтому сердце к тебя расположено что ты не нарушая замещание не приходится делать и ну это так понятно если человек вредничает по-своему сказали тебе один раз тут не разговаривали и разговаривали сама видишь что наши правила они помогают сохранять себя и жен главное жена без молвы при людях чтобы нигде она не говорила у меня все спасибо христос до свидания на сегодня с богом не хочется расставаться а то она меня называет говорит женоненавистник это абсолютно неверно никак а другие за каждой юбкой волосится то есть абсолютно противоположно но это ни то ни другое я знаю меру и перед богом все это расскажу если игнатий тихонач будет мягким так не вовсе женщины влюбятся поэтому ему приходится быть строгим да у кого-то я прямо пишу хорошо что кудри мои никого не пристили там стихотворение у меня сильно волосы велись мать другого расскажет ни у кого из детей это весь в отца пошел я очень похож на него а еще теперь говорить все кончилось надежда васильевна то она сказала что за кудри полюбила вы сразу пошли со стригли уже на свадьбу я вышел у меня нету голая голова была столько чтобы ты меня не за кудри пооценила она меня говорит за муки полюбила а я ее за сострадание к ним тогда кто пели песни тогда вот с товарищем вдвоем сидим они двое с товарищем поют сидят или как влюбляясь не любили влюбляясь не любили и теперь сидим вдвоем в одиночности своем вот так это ну кому этот талант дал да ну допустим андрей кураев он не женился он один он не монах вот мне нравится вот такое поведение как у или советы сестры александры феодоровны царской жены сестра родная марфа-мариинская обитель у нее обеда не было я то она ухаживает за каким-то там а сестры все ну дают там какое-то содержание но они могли выходить замуж они не монахи не были и вдруг их одна из них подходит вот она ухаживает за одним а ему ногу оторвало и ну разговаривает перевязывает и и потом говорит они уже договорились он ей предложил поедем со мной в село у меня там есть хозяйство и все и а что одна нога ничего одна нога я и на одной ноге бегать научусь и она пришла к ней и говорит матушка я полюбила сему он такой хороший такой ну зовет меня к ну бог помощь тебе собирайся сестра поезжай вместе с ним ты дорогой будешь ухаживать за ним понимаешь как это как-то вот мне близко это по душе здесь все и справедливость ему нужно утешение он один и вот есть вечный зов был фильм там кирьян видели нет и когда она на вокзале его ждала не видели а вот зарядите еще запишите вечный зов я не знаю это многосерийный был фильм советских хороший автор иванов и вот она кирьяна встречает на вокзале вечный зов встреча на вокзале а он без ноги и ноги обе оторвало на маленькой это сидит и упирается и едет но и уж кто-то сказал его в вагонах видели он ездит там собирает пьет и все а она ему изменяла я я такая сволочь я стерва такая она сама себя но тогда того которая с кем она общалась то того расстреляли там и а теперь она понимает какой у нее кирьян хороший то он действительно хороший и она каждый день выходит на вокзал ее кто-то подкармливает она ждет и друг поезд новосибирск барнаула стану останавливается и она бежать сразу туда и вдруг видит его вытаскивает вот это ну спала платформа то у него такая-то и она как крикнул кирьян он как увидел давай упираться от нее убегать она бежит за него упала и вот надо видеть как он отворачивает от нее и она его рожала кирьян прости меня прости меня и вот мужчина а то артист он как с мощностью по плакать сам плакать хочешь это же надо так я думаю ни один американец ни один артист такую рожу не состроит он он есть смачно она его бухгалтером сделал он сидит на работе теперь как надо и она довольно и проще обязательно посмотрите я сколько раз смотрела и вот бывает иногда такая еще там фильм какой-то северный был он стоит она у колодца берет ведро наливает такая красивая и мужчина подходит подходит на пицца она ему дает на пицца а ведра деревянные такие то есть сами а у нас вот видно а ты красивая не бойся женихов отбоя нету а ну а есть 16 лет она говорит как это так меня замуж выдают видела 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 это когда когда а он говорит женой то ваша жена есть нет у меня только сын жена умерла на перекрестил да не умерла на другого полюбил да как разлюбила бог дал любить надо как антихристово племя пошла вот этот это я понимаю она была настроена значит и фильмах можно найти хорошее правильное отношение женщины к мужчине мужчине к женщине они так что говорят как кобель безхвостый я однажды в автобус сажусь не видел мужчину он заходит у него форма такая как военно это охрана какая-то я только глянул лицо у него не искаженное все но видно прямо на лице написано блудник я после покоснулась у меня вызвали там в бараках я ему печку делал она у него не знаю бесчетная там 15 или какая уже с ребенком сидит и он так индюком перед ней ходит хвост распустил а ничего у него ни грамоты ничего нет он любит должность любит костюм это форму а ничего нигде нету и она знаю столько раз он разведенный она опять пошла вот возьми евгений в тушенка поэт последняя жена четвертая была и только хвалился тем что со всеми дружные дети вместе собираются от всех жен оставлял это у высоцкого владимир там куда не поверни у него везде вот этот сергей павлович королев по ракетным установкам то это было ни одной кухарки не пропустит как недавно статья была у пушкина 113 любовниц пушкина и ни одной дворой одевки не пропустит ну какая то жизнь и они не доживают своего срока потому что во первых организм истощен раз а потом у бога все вымерено вымерено ему рта раскрыть нельзя нигде тем более все это известно а вот вас смотри сталин какой бы ни был там берия вылавливал смотрел нравится специально шофер ездил а у сталина первая аллилу его застрелилась а вторая у него была но она и 2 это не знаю что она умерла или что у него было первая умерла кажется первая а вторая застрелилась аллилу его надежда вот как а то от нее был василий и дочкой 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 то ли елена что ли звать было его нигде не пишут что у него там были женщины или приводили отводили нигде многое было людей убивал было этого не было вот можно взять это пример имея власть над всей страной ну как вот так сердцу поискали бы хороший девиз астинта выгнал она не пришла когда он повелел но есть такой фильм из из фирь там хорошо это говорится но это попутно сказал то есть в литературе библии везде показаны жена должна быть абсолютно полном подчинении сказал собирайся и собиралась на север на юг они так я не поеду ты за мной приедешь но это не так и нитка перейди иголки не ходит куда горит иголка туда нитка вот поговорка то какая иголка это муж он прокладывает путь она бывает вся в узлах то есть спорах и поэтому отрывается ее нету ну все сестра давай другим свети елена значит факел факел все отошел с богом